Акция «Бессмертный полк» стала одним из любимых мероприятий, которое проходит в День Победы. Это возможность напомнить близким и рассказать всем вокруг о героизме своих дедов и прадедов, которых давно нет рядом. Но чей подвиг навсегда останется в наших сердцах. В этом году акция пройдет в традиционном формате. В ней примет участие и семья Алхасовых. К этому ответственному моменту они готовятся основательно. Детали у Лианы Парчуевой. Семья Алхасовых принимает участие в акции «Бессмертный полк» ежегодно. С собой они всегда несут два портрета фронтовиков Запира Алхасова и его брата Албури. Моего прадеду в школу звали Алхасов Запир. Он защищал блокадный Ленинград. Когда он его защищал, он погиб в 1941 году. Он погиб, когда ему было только 27 лет. Мы каждый год 9 мая ходим на «Бессмертный полк». Брат моего прадедушки Алхасов Албури Магомедович, он тоже прошел всю войну, призвался добровольцем в Москве и дошел до Австрии, где и встретил победу. Глава семейства Запир Алхасов рад, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сняли. И в этом году они снова смогут принять участие в шествии. Помимо портретов своих героев, они бережно хранят награды, которыми в семье горзятся и передают из поколения в поколение. Первая награда – это Орден Красной Звезды, соответствующая запись и в Орденской книжке, и в военном билете. Потом Алборий Магомедович был награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени и Орденом Отечественной войны 1-й степени. Медали, Ордена, они хранятся, я думаю, что это очень важно для будущих поколений. Это уже история, и, конечно, такие реликвии – это большое дело, предмет гордости. Действительно подтверждение того, что Великая Победа ковалась и добивалась великими людьми, великими победителями. Молодое поколение продолжает традиции героических предков и пополняет коллекцию медалей. Только теперь это награды за достижения в спорте и учёбе. Ещё одна ежегодная семейная традиция – вывешивать Знамя Победы на окно. Леана Парчуева, Саид Кутиев, Юсуп Газиамаров. Время новостей.